Девушки отдыхают Здравствуйте Как вы поживаете? Вы похожи на моего отца На моего отца похожи Очень приятно Да На полном серьезе говорю Поэтому мне сложно будет Как-то даже повышать голос на вас Либо еще что-то Зачем на меня повышать голос? Зачем на меня повышать голос? Мало ли Общая сдержанный человек Видел вас пару раз Видел вас пару раз В интернете Последнее ваше видео Одно из это какие-то конфликты у вас С блогерами У меня конфликтов никогда нет Было небольшое непонимание, недоразумение Решилось я думаю Там был блогер Такой с попугайщиком Световолосый Ну да Был Было такое Да? Да Ну в конце же нормально все разрулилось? Да конечно Я же Я зло не держу Я знаете Я бросаю его в воду Так же как и добро Да Это хорошо Ну вы человек Мирный Дружелюбный Я так понимаю Ну пытаюсь по крайней мере таким быть Да Все пытаются Я из Киева А вы? Я из Соединенных Штатов Штат Нью-Джерси Да? Да Как там сейчас обстановка Погода Температура Ну здесь все нормально Слушайте Тепло Хорошо Последние деньки Лето Забираем Да Быстро лето пролетело Да нет А вот Знаете Я вот Жил в Америке тоже Три месяца И Мне вот интересно Как вот вы смогли адаптироваться Вот я например Не смог У меня тоска была очень сильная А у меня выхода не был Да? Я приехал из Таджикистана У нас в то время там Гражданская война шла Поэтому Адаптироваться или не адаптироваться У меня просто выхода не было Менять одну страну на другую Финансовых Запасов таких не было Чтобы вот здесь не понравилось Поехал в другое место Поэтому пришлось адаптироваться Понимаю Интересно Я кстати всем такой совет даю Если вам есть что терять Не приезжайте сюда Приезжайте сюда Когда вам нечего терять Интересно сказали Ну Тут суть такая Что из Украины Не уехать никуда нам Ну да Это конечно Вот это вот Вот это вот Самый большой обман Украинцев Который вообще случился Вот За все время Вот Из всех президентов Этот обманул Сильнее всех Аминь А вы знаете Вот Вроде выезжать нельзя А Как ты посмотришь Вот инстаграм Где-то украинцы за границей Ты думаешь А почему я тут А они где-то там Вот Несправедливость Или я не знаю Что это такое Современные реалии Меня знаете Что больше всего Ну Скажу Раздражает Даже в этом деле Когда Они за границей Пытаются выглядеть Патриотами И начинают Навязывать свою идею Всем остальным Сеят русофобию Человеконенавистничества И делают это Именно за границей Понимаете В безопасности То есть Опять же Я не имею ввиду Сейчас флаги Ездишь с флагами Прилепил на машину Повесил на дом Это твое дело Как хочешь Так и делай Но когда ты Влазишь в свободу Другого человека И пытаешься Внушить свою мысль Свою истину Другим людям Я считаю Что это неправильно Я тоже думаю Каждый человек Должен сам приходить К каким-то Умозаключениям Даже вопросы Религии Тоже Зачем навязывать Люди посмотрят Поймут Вот Кстати По поводу Можно я вам задам По поводу Вопрос По поводу религии Или не будем Этого касаться Да Да Все давайте Да Вот мне интересно Касаемо церквей У нас А? Касаемо церквей У нас Я даже не беру Все церкви Я даже беру Возьмем даже Две церкви Московского Так называемого Патриархата Украинского Православного Церковь Московского Патриархата И я вчера Как раз разговаривал С человеком По этому поводу И возьмем ПЦУ Православную Церковь Украины Новосозданную Православную Новосозданную Ну как Новосозданную Уже сколько Прошло После Томаса Это все Возникло При Порошенко Относительно Новосозданную Относительно Скажем УПЦ Правильно То есть Новосозданную Четыре-пять лет Да Вот Вот Это вот Борьба Между Этими Двумя Конфессиями Конфессия Одна Просто Ну как Разные Понимаете И борьба Вам не кажется Что С этим Томасом Украину Просто Обманули А по факту Что произошло Константинопольский Патриархат Стал И Многие люди Говорят Что Мы вернулись К исконному То есть Христианство Пошло оттуда С Византии Константинополь Сейчас И многие люди Говорят Что здесь Вот мы вернулись К истокам И все устраивает Не Ну смотрите А есть Те Которые Не согласны И они стоят Возле лавры Действительно Люди Я вижу Их недовольство Я просто Очень часто Прохожу Возле лавры Поэтому Разные мнения Ну идея Это была какая Вот у вас был Такой патриарх Филарет То есть Он самопровозглашенный Патриарх Филарет В свое время Помните Когда он создал Украинскую Киевскую Патриархату Украинскую Православную церковь Киевскую Патриархату То есть Он откололся От московского Патриархата Создал свою церковь Ну Раскольник Скажем так Да И Его ожидания были Когда он поддержал Сам ПЦУ Его ожидания были Что он станет Патриархом Что Они получат Не просто Томас Вот как Метрополия А что У Украины Будет свой патриарх И именно он Там возможно Станет патриархом Но когда Прочитав Томас И он понял Что Украину кинули То есть Ей не дали Патриархата То есть Как отдельного Патриархата То есть Она стала Метрополией Была метрополией Скажем Москвы Стала метрополией Константинополя То есть Как же Я понял Вашу мысль Я даже не хочу Некрасиво Говорить по этому Поводу Понимаете То есть Такое ощущение Что Украину кинули У вас нет Ожидание Ожидание Реальность Вот Я просто Не следил За ожиданиями Людей Вот Чего они Конкретно Хотели Но Многие Ошибочно Я заметил Многие Ошибочно Говорят Украинский Патриархат Я начинаю Объяснять Что Ну нет Это же Константинополь Да Мы думали Ну вот В этом Все и дело Понимаете Вы думаешь Думаешь Одно Даже если Взять Всю историю Украины Опять же Не примите Как Оскорбление Какое-то Но Когда Разваливали Советский Союз В свое время Когда Украина Выходила Из состава Советского Союза Нарратив Был Того Что Мы Сейчас Сбросим Ермо С себя Вот этой Россией Всего Советского Союза Которых Мы Кормим И мы Заживем И будем Там Второй Франции Или Второй Швейцарии И люди На это Повелись И люди В это Поверили Вы Как Считаете Украина В какой-то Мере Приблизилась К статусу Второй Франции Не Приблизилась Здесь Ситуация Немножечко Отличается Даже Немножко Сильно От Того Что В Беларуси В России Здесь Не сформировалась Как мне кажется Единая сила То есть Каждый Греб Под себя Если в Беларуси Лукашенко Лукашенко Вот Там Единая сила В России Путин Единая сила Здесь Мне кажется Не сформировалась Единая сила Потому Что есть Определенные Люди Их Интересы И Начал Усиливаться Янукович Поняли Что Начинается Усиление Где-то Надо Его Погасить Мне кажется Просто Не сформировалась Единая сила И поэтому У каждого Свой курс Мне кажется Вот Поэтому Такая ситуация Как мне кажется Естественно Могу ошибаться То есть Вместо Того Чтобы Всем Вместе Строить Одно Государство Развиваться И процветать Каждый Греб Под себя Каждого Из влиятельнейших Людей Украины Мне кажется Были свои Интересы И поэтому Не сформировалась Так Если Лукашенко В начале 90-х Когда еще Подавил Все это Тут же Олигархат Там же Нет Белоруссии Если В России Путин Под себя Олигархов То здесь Не получилось Все равно Каждый Со своими Интересами Со своими Взглядами Курсами Поэтому Одна из причин То есть Получается Каждая Олигархическая Группа Назначает Своего Президента И время От времени Они Меняются Кто Победит Тот Назначает Своего Президента И начинает Давить Соседей Пока Он их Президент Потом Наоборот Точно Точно Не скажу Это Просто Могут Быть Догадки Но Те Кто Люди Лучше В этом Возвращаются Возможно Мне кажется Примерно Так Нет Не Сформировалось Такое Вот Определенное Единство Ну Так Единство Общества Не Сформировалось Как Таковое Сейчас Говорят Украина Едина Нет Этого Единства Извините Конечно Я Не Вижу Этого Единства Да Знаете Слушайте В России Тоже Не Совсем Есть Единство Потому Что Есть Те Кто Поддерживают Есть Либерально Настроенные Люди Которые Не Поддерживают Но Конечно Вопрос Большинства Если 80 На 20 Процентов То Да Ну Этки Тоже Люди Со Своими Убеждениями Кто Что Прочитал Кто Что Увидел Но Опять Таки Мне кажется Еще Не Появился Такой Человек Который Смог Всех Объединить Вот Если Сейчас Говорят Степан Бандера Очень Часто Я Понимаю Что Этот Человек Он Не Сможет Объединить Украинцев Потому Что На Востоке К Нему Другая Реакция На Западе К Нему Одна Реакция Там Другая Не Появилась Персона Которая Смогла Бы Всех Объединить Возможно Этот Герой Еще Появится Вы Знаете Я Здесь Беседовал Долгое Время С Моим Соседом Он Со Штата Огайо И Он Проукраинский Настроенный Очень Сильно Проукраинский Настроенный Еще В то Время До Боевых Действий Потом Сейчас И Он Со Львова Родом Из Львова Со Львова Ну Как Не Знаю Правильно И Вот Он В то Время Мы Когда Еще С Нем Беседовали Мы Часто С Нем Беседовали Знали И Он Говорит Вот Он Не Воспринимал Вон Власть Он Говорит Они Разъединяют Людей Ну Говорит Ну Хотят На Западе Украины Чтить Этого Бендеру Ну И Пусть Чтят Они Этого Бендеру На Востоке Украины Хотят Чтить Память Жукова И Память Героя Великой Отечественной Войны И Все Остальное Оставьте Их Когда Приезжаете Друг К Друг Просто Вам Не Обязательно Любить Этих Героев Но Относитесь С уважением Так Как Вы Пришли На Чужую Территорию Относитесь С уважением К Людям Этой Территории То Не Ходите Банкой С Краской Не Обкидывайте Это Тогда Бы Что Получилось Но Сейчас Вот Это Навязывание Идеологии Вот Это Бендеровщина Идеологии Всей Украине Оно Играет С Украиной Очень Злую Шутку Ну Вот Имеем То Что Имеем Поэтому Я же Говорю Не Появилось Что Такое Что Объединит Всех Именно В головах В плане Какого-то Фигуры Зеленский Но Опять Таки Тоже Не Всем Нравится В том Плане Что Я Помню 19 Год 20 Я Помню Что Собирались Люди С Ложками Махали Это Все Было Поэтому Тоже Мнение Разнятся Конечно Ну В мечтах Моих Чтоб Украина Была Единая Ну Не знаю Я не могу Давать Прогнозы Что Будет Как Будет А Людей Очень Жалко Но Людей Людей Вы знаете Мне Жалко Людей С обоих Сторон Что С Российской Стороны Солдаты Что С этой Стороны Солдаты Понимаете Они Гибнут Это Потенциал Это Генетический Фонд Понимаете Моему мнению Украина Стоит На грани Демографического Кризиса Если Не уже В этом Демографическом Кризисе Я вам Знаете Что Скажу Зашел Пообщаться Рулетку С россиянами Очень Много Мужчин Мало Девушек Зашел Пообщаться С украинцами Мужчин Мало Очень Много Девушек Вот Видите Что Получается Это Трагедия Да От Кого Плодиться Будете То Понимаете Это Как в Германии Помните После Второй Мировой Войны В Германию Завезли Турков Потому Что Не хватало Рабочей Силы А на Украину Кого Завезут Всех Беженцев Которые В Европе Или Как Знаете Что Еще Страшно С многими Общаюсь Украинцами Которые В Польше Во Франции Спрашиваю Ну Что Вы Вернетесь Они Говорят Да Украина Поремож Украина Победит Сто Процентов Они Говорят Но Мы Уже Здесь Уже Привыкли Не Хотим Вот Тоже Казалось Вот Ну А Вдруг Лучше Станет Если Говорите Что Украина Победит Вдруг Станет Там Лучше Нет Мы Уже Привыкли Мы Не Хотим Они Возвращаются Люди В основном Тоже Какой-то Процент Возвращаются Но В основном Люди Уже Там Привыкли Освоились Какие-то Нашли Специальности Новые Работы Женились Возможно Замуж Повыходили Я Думаю Украинцы Могут Вернуться Только В двух Случаях Кто Уехал Сейчас Они Только Два Случа Рассматрив Которые Могут Вернуться Первый Случай Это Те У кого Ничего Не Получилось То есть Обе Руки Обе Левые Они Вернутся От них Толку Как От Козла Молока Потому Что Кто Более Менее Сообразительный Они Шли Семь Место Под Солнцем И Они Будут Жить И Развиваться Там Дети Пошли В школу Уже Все То есть Спокойно То есть Никто Не Захочет Возвращаться В Разрушенную Экономику И Вторая Категория Людей Это Которые Состоялись У Которых Много Денег Которые Захотят Вернуться На Украину И Открыть Свой Бизнес Потому Что Опять Ж Страна Когда Восстанавливается Это Тоже Потенциал Заработать Еще Больше Открываются Рынки Но Этих Людей Очень Мало Этих Людей Будет Очень Мало То есть Основной Контингент Не Вернется Трагедия Посмотрим Что Будет Ладно У вас Какое Сейчас Время Ночь Нет У Меня 9 37 Утро Вот Самое Интересное Что Будучи В Америке Это Когда Твои Родственники Здесь Территория Украины Это Там Где Понимаешь Чтобы С ними Связаться Это Нужно Настолько Подстраиваться По Времени Чтобы У них Было Удобное Время Там Послерабочие Там Семь Часов Восем А у Тебя Там Девять Утро Это Настолько Специфически И Еще Один Вопрос А Вот Вы Ощущали Когда Возвращались В Таджикистан Или Кого-то Еще Вот Это Вот Ты Понимаешь Сейчас День Америки Ночь Но Ты Тут Будучи Когда День Хочешь Спать Безумно Потому Ты Привык Такое Необычное Ощущение Английский Термин Есть Jet Lag Jet Lag То есть Перелетный Перехлест Да Так Сказать Я Вот Вы Не зря Спросили Я В понедельник Вернулся Из Таджикистана Из Узбекистана Я ездил Туда Разница В 9 Часов Там Я адаптировался Быстрее Потому Что Когда Я туда Прилетел Было Утро И Я Жене Сказал Надо Нам До Вечера Дотерпеть Как Быто Ни Было Нам До 9 Часов Не Надо Спать И Мы Через Силу Через Себя И Дотерпели Выспались На следующий День Встали Нормально Здесь Когда Мы Прилетели Жена Не Стала Терпеть Она Пошла В свою Код Я Пошел Тоже Мы Терпим Я Пошел На Компьютер Она Пошла Типа Задиматься Чем То И В итоге Мы Оба Вырубились И У нас Это Заняло Сегодня Вот Какой День Сегодня Первый Раз Мы Нормально Выспались И Встали У Нас Уже Вошло В Нормальную Колею Это Очень Да Это Тяжело Ну Неделю Я Отходил А потом Как-то Уже Все Ну Я Говорю В следующий Раз Если Вдруг Такое Состоится Попробуйте Вот Этот День Добыть До Конца Как Быть Тяжело Не Было Не Спать Добыть До Конца Хотя Бо До Десяти Вечера А потом Ляжете Спать И Проснетесь И Вы Переформатировались Постараюсь Постараюсь Ну Может Сложится Снова В Америку Приеду В тот же Чикаго Родной Город Хотя До Украинского Села Не Дошел Там Искал Искал Не Получилось Хоть Мичиган Увидел Ну Там Вверх Немножко Поднимитесь Там Есть Милуоки Там Тоже Много Украинцев Милуоки Милуоки Да А там Очень Рядышком Автобус Когда Ехал Проезжал Чикаго Милуоки Висконсин Делс Уже Туда Приехал Где Я Противал В Аквапарке Украинец На Заробитках Таких А Кстати Очень Много Приезжали На Лето Причем С Многих Стран Мира Молодежь В основном И Работали Действительно В аквапарках Это было Даже Интересно Написано Имя Я С детьми Тогда Ездил Имя Человека И страна Внизу Страна Какая Это Было Довольно Таки Интересно Это Классно Было Вот Я Вам Скажу Вот Такую Возможно Истину Я Когда Там Работал И Я Постоянно Слышал Английский Язык Музыка И Через Два Месяца В Аквапарке Какой-то Мужичок Сказал Что-то На Русском Языке И Для Меня Тогда Этот Человек Стал Роднее Всех На Свете Вот Я Прям Тянулся К Нему Он Сказал Что Там С Краснодара Мне Было Насколько Все Равно Вообще Откуда Он Главное Что Что То Родное Я Услышал Речь Вот И Просто Он Уже Прощался Мне Не Хотелось Отпускать У Нас Такое Было Вы Знаете Я Вам Скажу Мы Ехали Мы Ездили В 18 Году По Моему Да В 18 Году Мы Ездили В Неваду Там Озеро Тахо Есть Может Слышали Это Как Американский Байкал Примерно Так же Выглядит Очень Красивое Озеро В Горах И Там На Лодочной Станции Работали Девчонки И Пацаны Лодку А Пацаны Нас Устраивали Эту Лодку С Украины Были Знаете Настолько Это Было Приятно С Ними Разговаривать Им Было Приятно Пришли Было Классно Классно Понимаете Когда Рядышком Мы Можем Ссориться Возмущаться Когда Где-то Там А Там Мы Все Вместе Дальность Объединяет Конечно Мы Здесь Живем Мы Не Подразделяем Понимаете У Есть И Грузины И Украинцы И Узбеки И Кого Только Нет Мы На Каком Языке Мы Между Собой Разговариваем Мы На Русском Разговариваем То есть Никто Не Кичится Своим Языком Мы Здесь Все Свои Почему Потому Что Мы На Чужбине Хотя Это Родина Получается Я Здесь Долго Дети Уже Здесь Родились Но Все Равно Для Себя Те Которые Выехали Оттуда Мы Здесь Все Свои Да И В чем Суть Я Там Видел Азербайджанец И Армянин Не Подружились Они Вначале Косо Смотрели Друг На Друг Подружились Со Временем И Как То Даже Как Это Переосмысление Пришли В голову А Чем Мы Убиваем Друг Друг Чудеса Иногда За Границ Отвориться Может Стоит Из-за Границы Высылать Людей Знаете Психологов Что С одной Старой Что С другой В эти Военные Конфликты И Чтобы Они Пытались Это Наладить Сказать Что Вы Делаете Ну Не знаю Красный Крест Может Что Подобное Делает Рассказывает Людям Хотя Я Понятия Не имею О чем Они Говорят Хотелось Пообщаться С Красным Крестом Представителями Помимо Помощи Может Не Психологическую Какую-то Предоставлять Кстати Красный Крест Как Организация Красный Крест И Армия Спасения У меня Вызывают Огромное Уважение У меня Лично Потому Что Я Видел Как Они Работают Я В то Время Был На Башне Близнецы Когда Упали 11 Сентября И Там Основные Были Это Красный Крест И Салвейшн Арми Или Армия Спасения Я Видел Как Они Работают И У Меня К Этим Двум Организациям Доверие 100% А Вы Успели Запечатлеть Глазами Как Сами Башни Рухнули Я Видел И Когда Они Падали После Этого Я Там Работал Почти Два Года Полтора Года Представляете Если На тот Момент В 2001 Году Были Телефоны Сколько Вы Поснимали У У Меня Я На Второй День Когда Туда Пришел У Меня Была Фотокамера Которую Я Взял С 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 Я С С С Кадры Которые Уникальные У У Меня Есть Они Уникальные Эти Кадры Это Не В Газеты Не Журналист Не Выставляли А После Этого Запрещали С Интересно Тоже Трагедия Большая Трагедия Я смотрел Кадры Человек Прям летит С окна Я даже В шоке Был Как Сфотографировать Успели Это Насколько Что Человека Могло Побудить Прыгнуть В окно Когда Он Подумал Что У него Больше Шансов Упать С Восьмидесятого Этажа И Сохраниться Чем Сгореть В пламени Вот Представьте Просто Что Могло Его Сподвигает Страшнейшая Безысходность Поэтому Ой Господи Ну Какие Вот Реалии Дай Бог Чтоб Все Это Закончилось И Все Жили Не знаю Возможно Ли Добрее И Понимание Дай Бог Вам Мира Над Головой Добра Удачи Здоровья Всего Самого Хорошего Чтоб Быстрее Это Все Закончилось Как Да До Свидания Удачи Всего Ребят Классный Парень Можно Говорить С людьми Просто Говорить Не обязательно Ругаться Вы видели Начало Разговора Дай Бог Ему Здоровья Дай Бог Чтоб Больше Таких Людей Было Извините Четлани Пасаки Это Национальность Нет Биологический Фактор Нет Лица С других Понят Нет А в чем Они друг Друга Отличаются Ты что Дальтоник Скрипач Зеленый Цвет От оранжев Отличить Не можешь Турист